Всем привет! Сегодня 20 марта, Московская область, и я хочу вам показать свою рассаду крупноплодной земляники. Я ее выращиваю из семян уже 3 года, и на самом деле в этом году не хотела ее сеять, думаю, сделаю перерыв. Но посмотрела на талию, как она там выращивает свою землянику, и в общем тоже опять я ее посеяла. В этом году у меня 3 сорта. Это такая земляника крупноплодная, Заря называется. Она ранняя, неприхотливая, безусая. Ягодка у нее до 18 грамм и с кисло-сладким вкусом. Вот она как раз и пригодна для кашпо-выращивания и в домашних условиях, то есть в квартире, и как декоративно смотрится в огороде в кашпо. В пакете находилось 10 семян, и из 10 у меня взошло 4. Вот так она уже выглядит. Имеет по 4-5 настоящих листьев. Сеяла я ее 2 февраля, а по отдельным стаканчикам рассаживала 23 февраля. Уже имеет так называемое сердечко. Кустики такие призимистые, потому что это крупноплодная земляника. Обычно, если высаживаешь мелкоплодную, то у нее листики, вот эти стебельки более длинные. Листики, конечно, мельче. А это уже крупноплодная. Так, дальше. Я посеяла еще гибрид. Это уже земляника ремонтантная. Крупноплодное искушение. Гибрид. Вот так она выглядит. Значит, крупноплодный гибрид с мускатным ароматом. Ягодка 20 грамм. И закладывать более 20 цветоносов. Зима стойкая, неприхотливая. Ну, плодоносит с июня до самых заморозков. Такая красивая ягодка. Здесь в пакете тоже было 10 семян. И взошло у меня также 4 штучки. Как я уже говорила, они были посеяны все в один день. 2 февраля. И также в один день я их и пересадила. А нет, землянику искушения я пересадила 25 февраля. Видите, я уже забыла. А здесь 23-го. Значит, какой-то из кустов я по-разному сажала. Значит, это 23-го. Вот такие кустики уже хорошенькие. Тоже уже сердечко довольно-таки развитое, красивое. Вот. И самое маленькое искушение это вот эта. Самая-самая последняя взошла. Но я не стала уже ее отбраковывать. Тоже решила ее отсажу. Но она совсем маленькая. Если она будет плохо догонять эти три, то я удалю ее, не буду выращивать. Так, и еще один у меня сорт. Это клубника Супер Гигант называется. Эти семена я вообще первый раз купила. Это какая-то новинка на семенном рынке. Это Оу Решение. Это питерская фирма. Значит, клубника Супер Гигант. Расхидистые, высотой до 50 сантиметров. И вдумайтесь, самая крупная ягодка до 110 грамм. И в дальнейшем ягодки по 60 грамм. Это просто нереально очень крупная ягода. Но я, конечно же, понимаю, что когда пишут вот такой размер ягоды, то это можно достичь только при просто идеальной агротехнике. И только тогда, я думаю, получишь такую ягоду. Потому что она очень получается крупная. Значит, расстояние между кустами 60-70 сантиметров. Представляете, это, считаю, больше метра расстояние нужно держать. Так. Ну, корневая система нуждается в питании. В общем, питание и только питание. И тогда у вас вырастет такая клубника. В упаковке было, ажно, 20 штук. Представьте, упаковка просто громедная. Я, конечно, увидела картинку и даже уже плохо читая через строчки, купила этот пакет. Но тем более, это новая для меня фирма. Я никогда ее не видела. Поэтому захотелось мне попробовать. Это прям для меня новинка-новинка. Из 20 семян взошел один кустик. Одно семя. Представляете? Тоже была посеяна 2 февраля. А пересадила я 23-го. Вот так выглядит куст. Клубники, как написано, это даже получается не земляника. Крупнооплодная клубника. Тоже уже есть сердечко. В общем, развивается там неплохо. Но, знаете, из 20 взошло одно семя. Конечно, это маловато. Но вот холю лелею мне очень интересно посмотреть, каков же вырастет куст и затем какая будет ягода. Ну и все, конечно, кто выращивает землянику крупноплодную из семян и мелкоплодную, знают, что при всхожести крупноплодная очень капризна. Ну и, во-вторых, сюда семян кладут. 10 семян это максимум, а так и по 5. Мелкоплодная все-таки побольше насыпают. Ну и мелкоплодную, конечно, намного-намного проще вырастить, чем крупноплодную. Ну, здесь, знаете, из 20 семян зашло одно. Это тоже, вообще-то, серьезно. Так, значит, села, я уже сказала, 2 февраля. Пересадила я 23-25 февраля на стадии двух настоящих листов. Не раньше. Я раньше в семидолях никогда не пересаживаю никакую рассаду. Слишком уж она мелкая. Пересадила. Поставила вот в такой поддон. И сейчас уже на стадии вот этих 4-5 листов настоящих я поливаю только в этот поддон. Из этих отверстий, здесь их достаточно много, они, наверное, не видно, будет 4 штучки. Она, земля очень хорошо отсюда подтягивает воду. Вот буквально вчера я ее поливала, земля вся влажная. После полива на следующий день я обязательно землю рыхлю. И так ежедневно я подхожу и рыхлю землю. Я раньше рыхлила зубочисткой, но теперь я перестала это делать. Слишком уж острый у нее кончик. Поэтому возможно повреждение корней. Потому что бывает рыхлишь, рыхлишь. Потом как копнешь этим острым уголком зубочистки, можно повредить корни. Корни у земляники все поверхностные, тоненькие, слабенькие. Поэтому не рискую и перестала рыхлить. Беру такую палочку. Это в пластилине лежат, такие штучки лежат. Вот я ею и рыхлю. Она тоже заострена, но она более тупоконечная и более толстенькая. В общем, вот так. Значит, что я дальше делаю? После, наверное, 2-3 дней после пересадки я развела гумат калия и пролила клубнику. Один раз гуматом калия. Это для того, чтобы корешки получше прижились в этих уже стаканчиках. Потому что при пересадке в любом случае корни травмируются. Поэтому от гумат калия он хорошо заставляет корни приживаться уже в новой земле. И один раз, буквально дня 3-4 назад, я первый раз подкормила свою землянику крупноплодную биогумусом универсальная. Это суперконцентрат, обогащенный тоже калием. Вот такое средство. Я буквально чуть-чуть, даже вот прям на донышке колпачка разбавляю в литре воды. Раствор получается таким темно-коричневым. И тоже сюда выливаю. Она подпитывается и все нормально. В общем, произвела одну подкормку буквально на днях. И ежедневно, вечером, за несколько часов, как отключить подсветку, я опрыскиваю простой водой. Вот так. Это я делаю каждый вечер. Конечно же, рассада земляники стоит у меня под лампами на окне. Батареи отключены. И на окне не особо-то уж и жарко, я вам хочу сказать. Но это даже хорошо. Рассада сильно не вытягивается. И вообще, условия, по моему мнению, ранней посадки, это обязательно не жарко. И, конечно же, дополнительный свет. Потому что, если не будет света, рассада не будет никогда такой при раннем посеве. Все, это вот весь уход за рассадой земляники. Хотела вам прям вообще быстро-быстро показать, как у меня взошли томаты. Я снимала видео, можете зайти посмотреть. Вот уже взошли. Вот такая схожесть. Хочу сразу показать. Вот под номером 1. Вот он ряд полностью. Это я сеяла из своих семян. Это сорт Южный Загар. 10 из 10. Под вторым номером у меня посеян Загадка природы. У меня было 5 семян. 5 из 5. В общем, где мои семена, там просто 101, наверное, процент схожести. Где покупные, конечно, схожесть не особо так радует. Вот, например, под девятым номером у меня из 5. Взошло всего лишь 2 сеянца. Это сорт Дьявол Джерси. Плохо, очень плохо взошел. Всего лишь 2 штуки. Ну, хоть бы они 2 и были, все с ними было хорошо. Ну, а в остальном 70-80% схожести. В принципе, когда настоящие 2 листа будут полностью сформированы, и тогда я буду их уже рассаживать по отдельным рассадным пакетам. Но и на эту тему хочу снять видео. Вот, хотела просто вам показать, что томаты взошли. Все в порядке. Здесь у меня стоят, это перцы. Это перец рамира, красный. Уже, видите, какие большущие растения. Уход самый простой. Ничего такого. Я, между прочим, тоже каждый день вечером с простой водой их обрабатываю по листу. И полив я веду в поддон. Здесь тоже очень отличные и хорошие отверстия, которые напитывают воду, натягивают. Полив у меня все взрослые уже растения я полив веду в поддоны. Ну вот, я вам показала рассаду крупноплодной земляники, которую я вырастила из семян. И в дальнейшем буду высаживать в открытый грунт, в огород. Не стала в этом году много сеять рассады, выращивать, потому что первый раз в жизни заказала саженцы. Ну, у человека, который профессионально этим занимается, выращивает на продажу саженцы. Не знаю, как это все будет происходить. Саженцы я жду в середине апреля будет рассылка. Посмотрим. Я заказала 5 или 6 сортов, плюс еще заказала земклунику. Сорта, которые я заказала, конечно, в семенах не найти. Только посадочным материалом размножения. Посмотрим, что придет. Будет посылка, сниму обзор. Может быть, кому-то тоже будет это интересно. В общем, в этом году я решила и захотела разной земляники крупноплодной, чтобы была и по вкусу разная, и по срокам созревания. И земклунику мне захотелось. Я никогда ее не выращивала. В общем, будет посылка, я сниму обязательно обзор. А у меня на сегодня все. Я желаю вам хороших всходов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok